Здравствуйте! Это главные новости. В студии Олег Рудаков. Сегодня в выпуске. Заканчивается монтаж нулевого цикла. Камень в основании. В микрорайоне Зареченском заложили третий детский сад. Общий объем доходов областного бюджета на 2019 год в результате прогнозируется в объеме 33 миллиарда 793 миллиона рублей. Большинством голосов бюджет региона на следующий год принят. Музей Ивана Сергеевича Кургенева прошел свой первый год. Форум музейщиков. Иван Сергеевич вновь объединил представителей научного сообщества. В ожидании главного зимнего праздника. В Театре кукол готовят премьеру. Генеральный партнер главных новостей. Компания Жилстрой Инвест. Строительство детских садов, камни в основании которых были заложены в этом году, накануне проверил губернаторский контроль. Что смогли увидеть на местах стройки, расскажет моя коллега Виктория Юркова. В октябре по улице полковника Старинова заложили камень в основании третьего детского сада в микрорайоне Зареченском. Построить его должны за год, а сдать в эксплуатацию к декабрю 2019. Учреждение рассчитано на 230 мест. Почти полностью снимет проблему с очередями, существующую в этом микрорайоне. Выполнено ограждение строительной площадки. 100% откопан котлован. На сегодняшний день 95% цокольной части выполнено. На следующей неделе планируем уже перекрывать цокольный этаж и выходить на кирпичную платку первого этажа. Контракт на возведение детского сада выиграло подразделение «Орел строя». Все работы, которые необходимо было выполнить в зиму, подрядчик уже сделал. Губернаторский контроль накануне в этом убедился. Кстати, данный муниципальный контракт предусматривает авансирование работ. Заказчик УКС города Орлан на днях планирует перевести средства строителям. Заказчивается монтаж нулевого цикла. И на следующей неделе мы уже перейдем к перекрытию этого нулевого цикла. И, естественно, на следующей неделе также начнется кирпичная кладка. А как финансируется вообще? Что у нас по проекту? Авансовое? У нас есть предусмотрен аванс, и в ближайшее время подрядчик его поручит. За ходом строительства детского сада можно наблюдать онлайн. На одном из домов установлена видеокамера. Точно такая же и на другой стройке «Орел строя». Учреждение в микрорайоне Болховском возводит та же организация. Работы в Орловском районе идут с опережением графика, отметили участники губернаторского контроля. Подряды организации «ОСУ-2» работают хорошими темпами. В настоящее время выполняются работы в две смены. В декабря – в три смены. То есть те объемы работ, которые запланированы на 2018 год, будут выполнены в полном объеме. Сегодня мы увидели, что по объекту детский сад «Орловский» подрядчик уже идет с опережением графика работы. Приступил к наружным сетям, хотя это было запланировано только на декабре месяц. Таким образом, те задачи, которые поставлены губернатором, выполняются в полном объеме. И по этим объектам, именно объект капитального строительства, контроль осуществляется ежедневно. Напомним, в микрорайоне Болховском это будет первый детский сад. Пока же родители водят своих малышей в детский сад, расположенный в деревне Жилино. На возведение объекта у подрядчика есть ровно год. Виктория Юркова, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной». Бюджет региона на 2019 год принят. Окончательное решение было озвучено на ноябрьской сессии. В общей сложности парламентарии рассмотрели почти 40 вопросов. Продолжит Наталья Пехтерева. Эта сессия облсовета началась с торжественного момента. Награды вручили воспитанникам заслуженного тренера России, мастера спорта СССР по спортивной гимнастике Клавдии Наумовой. Свыше 260 мастеров спорта Советского Союза и России, почти 30 мастеров спорта международного класса, 6 заслуженных мастеров спорта, 22 чемпионы Европы и мира, 5 заслуженных тренеров России. Все они воспитанники Клавдии Михайловой. Я стараюсь. Мои дети тем более стараются. Вам, дорогие друзья, спасибо за огромные аплодисменты, когда мои дети выступают на концертах. Большое спасибо. Они рискуют жизнью. Кажется, что они так легко выступают. Это огромный, огромный труд. Один из важнейших вопросов. Проект бюджета на 2019 год и плановый период двух последующих. Второе чтение, окончательная редакция. Сводная таблица поправок включила свыше 160 пунктов. Они позволили увеличить доходную часть бюджета на 2 миллиарда 33 миллиона рублей. При этом общий объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 253 миллиона рублей. Объем целевых безвозмездных поступлений в соответствии с объемами прогнозируемыми для Орловской области федеральным бюджетом увеличен на 2 миллиарда 118 миллионов рублей. Увеличение безвозмездных поступлений из федерального бюджета предлагается, назову основные, самые крупные направления. Здравоохранение дополнительно 607,9 миллионов рублей. Позади конструктивная совместная работа членов правительства и парламентариев, фракций и комитетов. Как не раз подчеркивал губернатор Андрей Клычков, самая важная задача – обеспечение всех социальных обязательств государства, всех защищенных статей, исполнение губернаторских программ, поддержка муниципальных образований. В числе безусловных приоритетов – реализация майского указа президента России. Но все это невозможно без увеличения доходной части бюджета, обеспечения действенного контроля за расходованием средств, сокращения неэффективных расходов. Общий объем доходов областного бюджета на 2019 год в результате прогнозируется в объеме 33 миллиарда 793 миллиона рублей. Расходов в такой же сумме бюджет остается сбалансированным. Государственный долг, как я уже говорила, не изменился после первого чтения – 17 миллиардов 928 миллионов рублей. Решение принято единогласно. За 40 против воздержавшихся – нет. Во втором чтении был рассмотрен проект закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования. Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета фонда на 2019 год составит 9 миллиардов 377 миллионов рублей. На 2020 год – 10 миллиардов 80,6 миллиона рублей. Также на ноябрьской сессии были озвучены итоги исполнения областного бюджета за 9 месяцев этого года. Межбюджетный трансферным муниципальным районам и городским округам без учета дорожного фонда и капитальных расходов – 5 миллиардов 990 миллионов рублей. В региональный устав внесены изменения, касающиеся оптимизации системы органов исполнительной государственной власти. В часе контроля парламентарии рассмотрели вопрос о перспективах регионального телевидения. В будущем году «Орловщина» переходит на цифровое телевизионное вещание. Аналоговая трансляция общероссийских обязательных общедоступных телеканалов прекращается летом 2019 года. В общей сложности на ноябрьской сессии депутаты рассмотрели почти 40 вопросов. В случае вспомнить о заслугах одного из депутатов на этом заседании был особый, заслуженный юрист России. Этого почетного звания, по мнению парламентариев, достоин председатель комитета по местному самоуправлению Валерий Савин. Наталья Пехтерев, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. Реальная адресная помощь особенным детям. Поддержка малообеспеченных семей и граждан. Оказание психолого-педагогической помощи. Эти цели преследует благотворительный фонд «Вера и Возрождение». Работу свою ведет с июня 2011 года. Располагается на базе Центра детского развития, что в северном районе Орла. В 2018 фонд получил субсидию из областного бюджета на реализацию проекта совершенствования кадрового потенциала по коррекции и подготовке детей к школе с расстройством аутистического спектра. Накануне сотрудники фонда провели два обучающих семинара. Родителям важно и интересно видеть, что дети, которые, да, конечно, что дети, которые приходят в наш центр, занимаются, по сути дела, подготовкой к школе. Это очень здорово и важно. Реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» обсудили в администрации региона. Совещание по этому вопросу провел губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков. Он напомнил о том, как начиналась эта программа. «Как вы знаете, реализация этого проекта в Орловской области началась в 2017 году. Тогда общий объем средств на эти цели превысил 168 миллионов рублей. Большую часть, почти 132 миллиона рублей, получил город Орел. Оставшиеся деньги были направлены Ливнам, Ценску и Болховскому району. Можно сказать, что в 2017 году была своего рода обкатка этого проекта. Отрабатывались механизмы по его реализации. Накапливался опыт, в том числе и отрицательный. Я думаю, что не нужно стесняться об этом говорить. Это касается и конкретных подрядчиков, это касается и порядка контроля, и порядка приемки работ. Вот в 2018 год мы вошли уже более подготовленными к реализации проекта, более организованными. И, что немаловажно, более мотивированными. Следующим программа будет продолжена. Важно провести работу над ошибками и 2017, и 2018 годов. Участниками программы 2018 года стали 47 муниципальных образований Орловской области. Это городские округа и поселения, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1 тысячи человек. Из федерального бюджета Орловской области в 2018 году выделены средства на сумму 158 миллионов рублей. В том числе субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий, направленные в 47 муниципальных образований Орловской области. Это 156,1 миллиона рублей. На федеральном уровне утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», в состав которого входит проект формирования комфортной городской среды. Общий прогнозный объем денежных средств, которые будут направлены в 2019 году на реализацию проекта на территории Орловской области, составит почти 700 миллионов рублей. Это с учетом федеральных областных средств, средств муниципальных образований. Сегодня в регионе уже началась работа по формированию объектов, которые попадут в программу ремонта 2019 года. До 1 марта, согласно указу губернатора, область должна определиться с подрядными организациями и провести все торги. Далее реклама. Оставайтесь на нашем канале. В зале те, кто в профессии не один десяток лет. Это парикмахеры со стажем, пришедшие на мастер-класс Ольги Прохоровой, эксперты-технолога бренда Олин Профэшнл. Они ходят по мастер-классам за какими-то фишками. Сегодня будет море фишек, масса тонкостей и всевозможных таких изюминок. Сегодня семинар об этом. Это обучение не с нуля, это обучение уже для определенного уровня мастеров. Олин Профэшнл бренд, косметика которого производится в Москве. Маски для волос, краски, шампуни. Всем этим в своей ежедневной работе пользуются те, кто создает красоту. Парикмахеры. В его создании участвовали технологи, многих известных брендов, не буду их перечислять, это политика компании. И мы взяли самое лучшее от различных брендов. Мы постарались собрать и синтезировать такие продукты, которые будут отвечать максимальным требованиям рынка. Мастер-класс Ольги Прохоровой – возможность получить новые знания. Кстати, здесь же можно было приобрести продукцию бренда Олин Профэшнл по весьма привлекательной цене. Виктория Юркова, телеканал «Первый областной». Труппа Орловского театра «Кукол» готовится к премьере. Зимняя сказка «Морозка» поставлена по произведению Владимира Адоевского «Мороз Иванович». Новый спектакль о добре и зле, о торжестве справедливости. О том, как проходят заключительные репетиции, расскажет Наталья Чунина. Тепло летит девица. Всем известная сказка «Морозка» спустя 30 лет возвращается на сцену Орловского театра «Кукол». Несмотря на то, что спектакль в репертуаре был, пришлось заново над ним работать. Рисовать эскизы, шить костюмы и делать декорации. В преддверии зимы детский спектакль особенно актуален. В постановке зрители увидят самый большой костюм, который приходилось делать мастеру-модельеру. Ты по что это, девица, в лес забралась? За нарядами пришла. За нарядами? Ну. Да за какими же, милая. Ну ты шопку дам, Дашке, а мне дай краше. Благодаря трансформирующейся шерме действие будет происходить в избе и в лесу. В зимней чаще двух главных героинь ожидает встреча с чародеем Морозка, который испытывает и награждает каждого по его делам и словам. К нему-то и попадают добрая трудолюбивая пачерица, а потом ее ленивая и вредная сестрица. Каждая из них получает то, чего заслуживает. Меня зовут Дашенька. Я надеюсь, что зритель поймет, что это хорошая девочка. Много умеет. Всех любит. У меня все есть, меня все любят. И все знают, какая я хорошая. Особенно маменька меня любит. А Дед Мороз не очень хороший, он мне шубу не дал. А я шубу хочу и нарядов много, премного. Так что я обижена на Деда Мороза. Премьера сказки Морозка состоится в первый день зимы, 1 декабря. Наталья Чунина, Алексей Нескин, телеканал Первый областной. В Орле дан старт музейному форуму. В пятницу в областной центр прибыли музейные работники из других городов России. В течение трех дней участники форума посетят все музеи, входящие в состав Объединенного литературного музея имени Тургенева. Поскольку именно его столетнему юбилею и посвятили это мероприятие. Я хочу сказать, что столетие, как дата, это очень здорово, но надо иметь в виду, что столетие это тот возраст, который имеет музей. Нехорошее слово возраст, оставим его в сторону. Будем говорить о том, что музей Ивана Сергеевича Тургенева прошел свой первый век. А в выходные участники форума отправятся в Спаское Лутовиново. Новости спорта представит мой коллега Сергей Быковский. Здравствуйте, это новости спорта. Я Сергей Быковский и я намерен рассказать о некоторых событиях из Орловского спортивного и околоспортивного мира. Тех событиях, которые попали в прицел наших видеокамер, до которых мы смогли дотянуться своими микрофонами. Орловская дзюдоистка Антонина Шмелева выиграла золото на соревнованиях в Голландии. Наша спортсменка выступала в весовой категории до 78 килограммов. Как пишут на ее счет лирично настроенные журналисты, до финальной сирены Шмелева радовала публику красивой, уверенной и грамотной борьбой. Но после объявления результата покорила всех лучезарной улыбкой обаятельнейшей победительницы. Это первая золотая медаль мирового тура Международной федерации дзюдо в кольеде орловской спортсменки. Но что там золотые медали? В областной администрации глава региона вручил спортсменке почетную грамоту губернатора. Отметил он и заслуги тренера. Хочется выразить вам славу благодарности, потому что мы все понимаем, что такие награды, такие победы, они даются не просто так. И, видимо, служба в органах внутренних дел дополнительным подспорьем оказалась. Но и Виктор Викторович вложил огромный труд в этот успех. Сегодня я получил в вашу честь письма и от руководителя Международной федерации дзюдо, и от Федерации дзюдо России. С поздравлением вас. Я думаю, что вам уже сказали эти теплые слова. Для нас это огромная честь. Вы прославили не только Орловщину, но и всю страну. И медали подобного уровня, действительно, они результат большой кропотливой работы, которую вы осуществляете. И со своей стороны, я думаю, что сегодня присутствие всех членов правительства, это для нас очередной сигнал к тому, что нужно уделять больше внимания, больше усилий для того, чтобы поддерживать не только победителей, но и молодых спортсменов, кто в будущем будут приносить такие высокие награды. Кстати, про дзюдо. Во Дворце спорта «Юность России» состоялось первенство Орловского района под дзюдо, собравшее спортсменов не только, ну, конечно же, из Орловского района родного региона, но и еще из 17 регионов страны. Всего соревнования привлекли три сотни человек. 24 команды, представляющие Орел, Ливн, Имценск, Железногорск, Задонск, Брянск, Липецк, Тулу, Курск, Питер, Москву, Минск и другие города. Да, подобное первенство района проходит уже в третий раз, но в этом году турнир стал международным, благодаря белорусам. Итак, в личном зачете на трех татами состязались юноши 2008-2010 годов рождения и девушки 2006-2009 годов рождения. И все в 22 весовых категориях. Соревнования длились почти 7 часов. Многие ребята уже принимали участие в предыдущих первенствах Орловского района, но было и много новичков. У нас очень хорошие судьи. Судейская бригада из города Смоленск и города Воронежа. Это главный судья и главный секретарь соревнований. И огромное количество естественных городов, известных уже спортсменов в своем возрасте. Поэтому борьба будет бескомпромиссной. В некоторых весах борется по 30-40 человек. Организаторы первенства Орловского района под дзюдо планируют такого рода соревнования продолжать. И уже есть планы на следующий год. Турнир. Мы хотим уже пригласить дальние зарубежья. И уже предварительные переговоры провели. То есть к нам готовы ехать и французы, и венгры, и поляки. Так что Орловский район, который, скажем так, по большому счету, и представить себе не мог, там три года назад, потому что три года назад не было дзюдо в Орловском районе, а теперь через три года мы проводим уже турниры подобного уровня. И да, в итоге три серебряные медали достались орловчанам. Есть и золото в копилке наших. А в северном районе Орла прошел открытый Кубок города по Ушу. Это важное событие для спортсменов первого года обучения. Выступая здесь, они могут проложить себе дорожку на более серьезные соревнования, чуть ли не впервые в своей спортивной карьере, доказав класс, мощь и ушуистскую дюжесть. Дадим слово судье. Это самый начальный этап соревнований, где мы отсматриваем деток, смотрим перспективных спортсменов. И более опытные ребятки также соревнуются в возрасте 12-14 лет, это уже юноши и девушки, где они могут лишний раз обкатать себя. Открытый Кубок города собрал семь десятков спортсменов на одной площадке. Были здесь воспитанники Орловской федерации Ушу, городского спортивно-оздоровительного центра и с дюшор боевых искусств Олимп. И если одни волновались по поводу выступления на соревнованиях, то другие из-за их уровня и проведения. Проведение соревнований это достаточно такой непростой процесс, комплексный. Это и подготовка судейского персонала. Скажем, буквально на прошлом месяце наши судьи проходили всероссийскую аттестацию и посещали всероссийский судейский семинар. А вот весной следующего года в Орле пройдет первенство города по Ушу. И те из молодых Ушуистов, которых мы только что показали, ценили именно туда, пытаясь выиграть право на участие. В Орле стартовала ночная хоккейная лига. Это, кто не знает, любительский чемпионат России по хоккею. И даже так, всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд. Проводится он при поддержке Путина, Минспорта и Федерации хоккея России. Участие в соревнованиях могут принять все желающие. Желающих этих набирается по тысячу команд чуть ли не во всей стране. В командах разрешается играть мужчинам в возрасте 40 лет и старше и самым разным женщинам. А финал фестиваля традиционно проходит в Сочи. Так вот, в региональном этапе еще задолго до Сочи заявилось несколько орловских команд. Расписание ближайших игр, если захотите прийти посмотреть и поболеть, на экране. А те, кто хочет встать на коньки не ночью и не ради соревнований, а оздоровительного эффекта для, могут торжествовать. Если не подведет погода, то не позднее 20-х чисел на главной площади Орла начнет работу каток. На этот счет Андрей Клычков заявил в социальных сетях. Цитирую. Для всех орловцев и гостей города каток будет работать бесплатно. Причем на его установку и обслуживание мы не потратили ни копейки бюджетных денег. Как и в прошлом году, этот замечательный подарок к наступающему Новому году делает социально ответственный бизнес. Ставлю задачу, чтобы в новогодние каникулы все спортивные сооружения области, стадионы, катки и спортплощадки были доступны для орловцев. Согласитесь, отличная нота, чтобы поставить точку. Так что все, будьте сильны и здоровы! Это были все новости на сегодня. Интересную информацию сообщайте нам по телефону редакции 76 10 28 и 508 088. А также присылайте на наш сайт obladin.ru. В студии был Олег Рудаков. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Орловская строительная компания InMeshStroy предлагает комфортное жилье по доступным ценам. Квартиры в ЖК по улице Ливинская в 17-этажном кирпичном доме от 31 тысячи рублей за квадратный метр. Вот в эксплуатацию уже в этом году. Спешите, предложение ограничено. Телефон 8 900 487 48 08. Покупайте квартиры у надежного застройщика. Натяжные потолки от компании Profi.com. Доргенева 16. Телефон 78 0978. Гостиничная, ресторанный комплекс «Очарованный странник». Гостеприимно приглашает вас погрузиться в спокойную и уютную атмосферу в самом сердце Орла. И предлагает вам проведение банкетов любой сложности блюда настоящей русской кухни из экологически чистых продуктов орловских фермеров. В «Очарованном страннике» вы сможете с максимальным комфортом и удовольствием провести любой праздник. «Очарованный странник» предлагает проведение новогодних корпоративов с 20 по 30 декабря. По адресу улица Максима Горького, 23, телефон 73 16 23. Торговый центр «Горки». Для вас открылся магазин «На веселый 2А». Ждем вас с 8 утра до 9 вечера. Выставка распродажа «Шуб из Пятигорска». Норка, мутон, нутрия, бобер. Акция «Меняем старую шубу на новую» с 26 ноября по 2 декабря в ДК «Железнодорожников». Поддержи наших спортсменов на финале Кубка мира по стрельбе из арбалета. Бадминтон – это моя любовь, моя страсть и мой давний и надежный друг. Я врач-акушер-гинеколог и порой по нескольку часов на операционном столе приходится выдерживать большие нагрузки, быстро принимать решения и отвечать за жизнь пациента. В этом мне помогает бадминтон. Любите спорт, играйте в бадминтон и будьте здоровы. В 2018 году срок уплаты имущественных налогов не позднее 3 декабря. Если вы еще не получили уведомления, обратитесь в налоговую инспекцию. Если уведомления на руках, оплатите налоги любым доступным способом. Либо через КОСО или терминал любого банка, либо через личный кабинет налогоплательщика или банка-партнера налоговой службы, либо через онлайн-сервис «Заплати налоги». А также можете оплатить имущественные налоги через портал Госуслуг или в отделениях Почты России. Если же уведомления вызывают у вас вопросы, вы найдете ответы на сайте налоговой службы. Внимание! Уже с 4 декабря на сумму вашего налога начисляется пение. Оплачивайте, пожалуйста, ваши налоги вовремя. Здравствуйте! Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Екатерина Ясная. Если кто-то очень ждал снег, то к вечеру природа обещала расщедриться и преподнести в честь календарного начала зимы подарок. Все подробности прямо сейчас. В Амцентской переменной облачность поздним вечером начнется снег и пройдет всю ночь. Температура днем минус 5 градусов, ночью минус 6. В Ливнах переменной облачности осадки ближе к ночи. Температура минус 5, ночью минус 6. В Болхове минус 5, минус 7. Переменной облачность и тоже к вечеру снег. Ночью минус 6. В Орле с наступлением вечера начнется снегопад, а днем переменной облачности без осадков. Температура минус 5, к ночью минус 6. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Это был прогноз на субботу. Оставайтесь с Первым областным. Наши партнеры. Сеть магазинов «Родное село» представляет продукцию собственного производства по выгодным ценам. Широкий выбор в шаговой доступности. Широкий ассортимент теплых практичных пальто и курток любых размеров. Вязанный трикотаж из высококачественной шерсти производства «Сербия» и многое другое в магазине «Марита» Орловского универмага. Мебельный салон и проект «Мебель» дарят скидку до 50% на все гостиные. Ждут вас по адресу город Мценск, улица машиностроителей, 19, Тургенева, 110 и 137. Салон и проект «Мебель». В магазине «Мир распродаж» новая коллекция осенней и зимней одежды и обуви уже в продаже. В магазине на московском шоссе 156Б открылся отдел детской одежды и игрушек. Приходите за покупками всей семьей. Пусть с 1 декабря для всех начнется сказочная пора чудес и сюрпризов. До свидания. Уже едете? Хорошо, ждем. Когда к нам неожиданно приезжают гости, за продуктами мы идем в родное село. Сеть магазинов «Родное село» представляет продукцию собственного производства по выгодным ценам. Только с 23 по 30 ноября. Пельмени крестьянские. 99 рублей за килограмм в сети магазинов «Родное село». Ежедневное пополнение ассортимента, широкий выбор и все это в шаговой доступности. Главное родное. Магазин финской одежды «Марита» предлагает вам большой выбор женской одежды любых размеров. От производителей Финляндии, Германии, России. Мы ждем вас ежедневно с 10 до 22 часов в здании универмага. Центральный вход, второй этаж налево. Настало время обновить гостиную. Мебель должна быть не только комфортной, красивой и функциональной, но и вписаться в семейный бюджет. Сложно, но очень даже можно. Проект «Мебель» дарит вам скидки до 50% на все гостиные. Ждем вас по адресу. Улица Машиностроители, 19, Тургенево, 110 и 137. Салоны «Проект Мебель». Мир распродаж. Новая осенняя и зимняя коллекция одежды и обуви уже в продаже. Ждем вас. Московское шоссе 156-Б и улица Автовокзальная 3. Мир распродаж. У нас вы найдете все.